На фоне отсутствия каких-либо новостей относительно хода переговоров по Brexit, рынок явно замер в ожидании публикации доклада Министерства труда США. Тем более, что прогнозы по его содержанию носят скорее негативный характер. Формально все выглядит очень даже неплохо, так как уровень безработицы должен снизиться с 6,9 до 6,8, а вне сельского хозяйства может быть создано еще 500 тысяч новых рабочих мест. Однако как раз крайне незначительное снижение уровня безработицы и таит в себе опасность. Буквально на прошлой неделе Джером Пауэлл предупреждал как конгрессменов, так и сенаторов о том, что темпы восстановления экономики существенно замедляются и необходимы срочные меры по ее стимулированию. Таким образом, глава Федеральной резервной системы призывал законодателей незамедлительно отложить все межпартийные распри и наконец принять необходимые меры. Однако вопрос об выделении средств на поддержку пострадавшей из-за коронавируса экономики так и не сдвинулся с места. По сути дела это вынуждает ФРС взвалить решение этой проблемы на себя. А у регулятора есть ровно один способ – это еще большее смягчение монетарной политики. Пусть не путем снижения процентных ставок, но ведь даже расширение той или иной программы количественного смягчения является ровно тем же самым снижением процентных ставок, так как неизбежно приведет к снижению доходности государственных долговых бумаг. Иными словами, если прогнозы по содержанию доклада Министерства труда США подтвердятся, то для доллара это завершится заметным ослаблением. Единственное, что внушает оптимизм, так это вчерашние данные по заявкам на пособия по безработице, число которых сократилось гораздо сильнее, нежели ожидалось. Так что есть надежда на то, что уровень безработицы снизится несколько больше. Что мы видим на графиках? Европейская валюта в период 3 декабря продолжила следовать восходящему развитию, в результате чего котировка плотно зафиксировалась на уровнях весны 2018 года. Рассматривая технический анализ, можно увидеть временный застой цены после недавнего отката, где котировка колеблется в границах между отметками 1,2132 и 1,2174. Можно предположить, что перекупленность европейской валюты считается неоспоримым фактом на рынке в связи с высокой скоростью изменения котировки в недавнее время. С начала торговой недели курс евро укрепился более чем на 240 пунктов. Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что настал момент коррекции на рынке, где в случае фиксации цены ниже чем 1,2130 нам откроется путь по направлению значений 1,2100 и 1,2040. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматриваться в случае удержания цены выше чем 1,2175, что может локально подтолкнуть курс к уровню сопротивления на 1,2200. В свою очередь, британская валюта в период вчерашнего торгового дня проявила высокую активность. Больше 130 пунктов восходящего хода привело к обновлению максимума 2020 года. Разбирая текущий торговый график, можно увидеть, что движение котировки в период азиатской сессии имело вид консолидации с низкой активностью, что сигнализировало о предстоящем ускорении на рынке. Если исходить из того, что фунт стерлингов, как и евро, находится в стадии перекупленности в связи с высокой скоростью изменения котировки, можно предположить, что в скором времени может возникнуть коррекция на рынке по направлению значений 1,34 – 1,3350. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматриваться в случае удержания цены выше чем 1,3550 на дневном периоде. На этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова